МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотите порадовать любимую маму, сделав ей подарок? Трендовую косметику? Прекрасно, но будьте осторожны. Вы можете сделать маму на 10 лет старше. Интересуется этим вопросом участница проекта Мастер-шеф Катя Пескова. Встречаем! Катюшка, как стоишь? Я же тут. Что со мной? Где я? Я так нервничаю, правда? После Мастер-шефа любое другое место кажется странным. Да. Меня зовут Катя. Я из города Одессы. Я живу в кухне, и я не хочу заниматься ничем другим. Да? Расскажи. Я увидела в рекламе там суперобъемную тушь для ресниц. И решила подарить ее маме. Мама, значит. Маму сложно не узнать, потому что вы очень похожи. Я не знаю, я видела папу, конечно. А также мама давно присмотрела мою винную помаду, с которой я была на Мастер-шефе. И она тоже захотела такую помаду. А моей маме сложно угодить. Ага. Я что-то покупаю, а потом она такая говорит, ну, конечно, сэкономила на маме. А, то есть ты решила купить самое дорогое и модное? Да. Ну, а при этом мы знаем, что даже самая модная косметика может сделать нас старше. Учительница Лена. Это так? Да. Косметика хорошая. Но для мамы, а маме 40, ну, будем говорить, с плюсом, то, к сожалению, эта косметика, она будет просто добавлять возраста. Согласитесь, девочки, да, что с макияжем выглядит мама немножечко старше. Да? Ты согласна? Есть такое, Катюш, согласна? Ну, да, мне кажется, немножко не то. Ну, лет на 10 немножко не то. Ну, лет так. Ну, я же так не могу сказать про свою маму. Мама очень молодо выглядит, почему не как для себя выбрать? Если вы хотите состарить маму, набор косметики, если без шуток, то что ж все-таки не так? Какие были ошибки, допущенные Катюшу при выборе косметики? Начнем с тонального крема. Тональный крем выбран с очень плотной текстурой, очень густой. И когда мы молоденькие, там, когда 20 лет, это, в принципе, не очень страшно, да, там, зарисовать какие-нибудь прыщички. Но чем мы старше, кожа теряет свою упругость, появляются морщинки. И вот как раз вот такая текстура тяжелая, она еще больше их подчеркивает, то есть забивается в морщинки, и они становятся еще более заметны, более явные. Вторая ошибка именно с тональным кремом, это то, что темноват. То есть вот такой эффект загара, он хорош на молоденьких девчушках. Ну, вот такая я загорелая, красивая. Но чем мы старше, тем лучше выбирать все-таки в тон лица, или даже, может, светлее, на полтона, на тон. Потому что чем личико светлее, тем мы выглядим такие более свеженькие, более молоденькими. И с тональным кремом именно вот такие ошибки. Пудра, и здесь, к сожалению, снова-таки допущена ошибка. Потому что пудра компактная, она спрессованная, и ее текстура гораздо плотнее, чем если бы рассыпчатая пудра. Чем мы старше, тем наша кожа становится более вот, она сухая. И в принципе, пудр нам нужно гораздо меньше, чем в 20 лет. Если ваша кожа не блестит, то вы можете в принципе не пользоваться пудрой. Ну, не нужно перегружать еще больше лицо и подчеркивать какие-то недостатки. Поэтому мы либо вообще не пользуемся, либо выбирайте рассыпчатую пудру. И опять-таки, очень темный цвет. И если ты, например, выбирала для коррекции, потому что, Надюш, мы очень часто говорили, что если хотите коррекцию, можно выбирать темную пудру. Опять-таки, коррекция, когда нам за 40, она будет делать нас старше. Я расскажу, как можно заменить коррекцию чем, но немножечко позже. Теперь тушь. Вы заметили, что реснички вообще выглядели вот не очень красиво? Ну, слиплись, да. Слиплись. Катюша повелась с визуальными эффектами туши. Тушь удлиняющая, тушь добавляющая объем. И у них в составе входят такие ворсинки. И опять-таки, чем мы старше, тем реснички, к сожалению, они редеют. Ну, то есть их меньше. И вот эти эффекты, ну, выглядят они очень красиво, и зачастую они вот слипаются, и получается три одни большие такие, три реснички, и все. Поэтому лучше выбирать просто тушь черную, либо коричневую, которая просто прокрашивает без визуальных каких-то эффектов. Ну, и последнее, это помада, твоя любимая. Сейчас действительно очень модно там темно-фиолетовые, темно-бортовые, даже черные помады. Это действительно такой фэшн, и это красиво и модно. Но это красиво на тебе, потому что ты молоденькая. Все-таки, когда нам за сорок, даже один годик плюс, уже не хочется. Хочется, наоборот, благодаря макияжу выглядеть моложе. Поэтому такую помаду ни в коем случае нельзя использовать, вот такие вот темные цвета. Слушайте, как здорово получается. Казалось бы, чем старше женщина, тем больше нужно скрывать и больше косметики. А по итогу меньше косметики. Да, дело в том, что вот это такой самый важный эффект. Чем мы старше, тем нужно выглядеть ухоженно. И желательно, чтобы макияж был, наоборот, менее заметен. То есть он должен быть аккуратный и подчеркивать лишь только наши достоинства. Поэтому мы договорились с Катюшей, что она придет сюда к нам вместе с мамой. Но маме мы, конечно, ничего не будем говорить, а просто скажем, что мы сделаем красивый макияж. И заодно мы посмотрим, Катюша посмотрит, какие нюансы. Вот нужно учитывать, когда ты выбираешь, покупаешь косметику для женщины, которая, ну, все-таки немножечко старше. Угу. Здорово. Самое время выбирать новогодние подарки. В том числе и мамам. Твой хитрый план нам ясен. Тогда не хватает мамы. Правильно? Да. И мы приглашаем Марину, которая ни о чем не догадывается. Здравствуйте, Марина. Кажется, что вы с Катюшей-то не дочкой мамы, а сестрички. Вот визажист, вот косметика, значит, не сюда. Все понятно. Все правильно. Итак, Марина готова к нанесению макияжа. Лене доверяет. Да, Мариночка? Да. Потому что сейчас начнется здесь бровка не так, здесь бровки сильно темные, тушь не так. А когда с профессиональным визажистом, да еще звездным, я думаю, она немножко по-другому будет. Думаете, доверят? Я думаю. Лена, пока ты не вышла из доверия, начинай. Я быстренько. Давай. Поехали. Вперед. Начнем с тона. Нам, когда вот нам 40 с плюсом, нужно выбирать тональный крем очень легкий. Дело в том, что он в этом случае нам нужен только для того, чтобы выровнять цвет лица с возрастом. Появляется пигментация. Мы тональным кремом в этом случае не исправляем, не пытаемся замазать изъяны, какие-то дефекты, которые у нас есть. Лишь только для выравнивания тона, вот цвета лица. Берем очень легенький и наносим его либо ручками, либо спонжем, но влажным. Перед этим его нужно намочить и отжать, потому что тогда будет слой самый тонкий. Ни в коем случае не наносим кистью, потому что кистью это слишком тяжело, слишком много средства, сразу же мы будем наносить на кожу. Для того, чтобы приобрести спонжи и другие мелочи для идеального макияжа, не обязательно тратить много времени на походы по магазинам. Достаточно просто зайти в интернет и выбрать все необходимое. Это дает возможность экономить время при покупке и оформить быструю доставку прямо домой, в любую точку Украины. И когда меньше вот на лице этих всяких средств и ощущение кожи даже другое? У мамы спросим. Катюша, ты в каком возрасте начала краситься? Ой, я поздно начала краситься. Мне кажется, в классе 11-м я так чуть-чуть... Это поздно? Мне уже было почти 18 лет. Что-то ты на второй год где-то оставалась, что ли? Нет, мы просто жили в Германии, я там пошла во второй класс, потом вернулась опять, пошла во второй класс. А, да? Да. Мама решила, что я не успеваю немножко, и надо опять пойти во второй класс. Отлично. Дважды во втором классе. Такая второгодница, но не потому, что не получается, а потому, что я жила за границей. Это крутая отмазка. Вот если бы сейчас тебе сказали, мастер-шеф, а ты как будто бы первый раз туда пошла бы, зная, что там происходит. Сто процентов бы еще раз пошла, пошла бы с одним условием, что мне оставят вот тот ум, который после мастер-шефа у меня оставил. А, опыт, который ты приобрела. То есть я бы уже не так нервничала, я бы спокойно себя вела, я бы открывала там дверь с ноги и говорила, ой, блин. Не, это было бы вообще страшно. Ты что? И так ты порой там выдавала. Выдавала. Я говорю, что обалдели! Как я могу сделать новое тесто? Ни хрена ничего не могу сделать. Эти сраные макароны уже три часа делаю. Уверенное ресторанное блюдо. Спасибо большое. Это тыром и зуб! Спасибо. Битва не на жизнь, а на смерть. Правда, не правда? Ну, конечно, запомнился тот момент, когда ты проливала слезы искренне, когда уже на таком хорошем этапе у тебя не получилось блюдо. Вся страна увидит, что я подала сырое блюдо. А я постоянно рассказываю, как я умею готовить. Как ты думаешь все-таки, что тебе помешало? Это был очень страшный день, и я не понимаю... Я думаю, ну, Кат, ну ты что, дефективненькая? Ты столько раз разделывала рыбу, а я стояла и говорю, а шелуху надо чистить. И мне кажется, что это какие-то эмоции, какой-то адреналин, который сработал непосредственно на площадке. Нам не связали руки, не закрыли глаза, не одели собачью радость на голову, не выключили свет. Просто ставили... Делай все, что хочешь! Да, 45 минут готовь все, что угодно! И я потерялась. У меня было столько рецептов, в голове столько идей, я начинаю чистить рыбу, она не получается. Начинаю жарить утку, она сырая. И я помню этот позор, когда сидели все наши, пробовали, они же не знали, чего это блюдо. Я ведь уважаю сырое мясо, она ведь сырая картопля. Мне это не нравится, я это есть не буду. Отвратитель, отвратитель. Ну это вообще на мастер-шефе такое. Да. Но это ошибка, после которой ты взяла себя в руки и вперед. Да, это было как первое возрождение мое. После этой ошибки она меня как, знаете, спустила. С небес на землю. Да, я упала, и все началось заново. Я начала заново свое доверие на мастер-шефе перед участниками. Завоевывать. Завоевывать, да. Тональный крем мы нанесли. Просто личико посвежело. Красивый, ровный цвет лица, все естественно, лицо не перегружено. Как по ощущениям, Мариночка? Очень приятно. Вот не чувствуется, да, косметика на лице? Вообще не чувствуется. Нет, очень приятно. Комфортно. Собственно, этого эффекта мы и добиваемся максимальной натуральности. Теперь у нас пудра. И, как я уже говорила, в принципе, если у вас кожа сухая, вообще можете не пользоваться. Но Мариночке комбинированная кожа, поэтому вот Т-зона, видно, что блестеть будет. Поэтому припудриваться нужно рассыпчатой пудрой. И наносить ее нужно обязательно кистью. Не спонжем, который идет в наборе, зачастую, да, вот в этих пудрах такая пуховочка есть. Вот она дает сразу же очень большой слой пудры, и потом вы уже от нее не избавитесь, только нужно будет все это умывать. Поэтому мы набираем кистью пудру, обязательно стряхиваем, убираем лишнее. Вот такими похлопывающими движениями наносим на Т-зону. Собственно, это все. Я обещала вам сказать, что можно делать, да, вот вместо коррекции. Когда мы наносим тон, запудриваем лицо, оно становится, в принципе, таким однотонным. Хочется все-таки какой-то живости лицу добавить. И здесь нам помощь румяна. Вот в нашем случае выбирать кремовые румяна. Дело в том, что у них очень такая маслянистая кремовая текстура. Они очень легко ложатся и не подчеркивают никаких морщин, никаких там недостатков. И выглядят очень естественно. У меня они в таком формате. Они бывают просто как тени выглядят. Теперь наносим кремовое румяна. Нужно улыбнуться. И мы их наносим на вот эти наши, так сказать, яблочки, которые появляются. То место, которое у нас краснеет, когда мы действительно там замерзли, у нас появляется наш естественный румянец. А ну-ка улыбнитесь мне. Так. Ой, прям кажется, что вот такие кремовые румяна слишком плотным слоем сразу наносятся. Хоть бы не переборщить. Наоборот, посмотрите, я еще ничего не растушевывала. Угу. Но уже хорошо. Какая? Ну и, конечно, не могу спросить о романтическом аспекте жизни. Вообще со странным человеком тебя связала романтика на Мастер-Шефе? Или это только домыслы? Нам только казалось, как зрителям, что с Русланом у вас что-то там, какие-то искры проскакивают. Я возьму Катерину. Руслан. Слушай, класс. Нет, нет. Да? Вы сейчас напоминаете молодоженов, которые только сошлись и пытаются перетереться друг к другу. Сиан, ты понял мой язык? Вам видней. Вам видней. Ну это очень смешно на самом деле. Там было от любви до ненависти один шаг? Я ему к нему с добром, а он меня подставлял и подставлял. Руслан, зачем ты это все малина? Ну зачем ты это делаешь? Ну блин. Катя, если я заканчиваю презентацию, ты не прикасаешься к ней. Ты меня уже достал. Руслан, зачем ты меня берешь с той командой, чтобы подставить? Этот человек любит жестко. Уходи. Возьми водичку, возьми водичку, попей, Катя. Попей воды. Там яда нет? Там только яд. Ах, ты так? Ну, получаю. Микрофон, микрофон, микрофон. Так жарко было. Вообще, столько романов было на проекте, которые мне приписывали. И с Николаем Николаевичем? И с Николаем Николаевичем. И с Калининым, и с Эктором. Катю, вы сегодня маете такие чаревные выглядки. Вы скучили за мною. Если честно, да? Я, Сергей, я и Сергей, было бы вообще прекрасно. Я еще не определилась. Но я думаю, что после мастер-шефа у тебя появится много поклонников. Ведь ты симпатичная девушка, такая эмоциональная. К тому же, умеешь прекрасно готовить. Какие тебе мужчины нравятся? Ой, мне нравятся. Ой. Ну, я же очень эмоциональная, да? Да, ты очень эмоциональная. И меня тяжело выдержать. И вот мне нравится, когда со мной рядом тоже такие вот эмоциональные. И вот чтобы вот мои вот эти вот все недостатки, он считал как достоинство, да? А есть такие мужчины, как ты думаешь, Катюш? Я не знаю, если честно. Придется поискать. То есть сейчас твое сердце свободно, да? Сейчас мое сердце свободно, да. Полностью. Я в поиске. Боже, я на всю страну сказала, что я в поиске? Да. И сейчас такие мужчины. Катюшин номер и... Алло. Алло. Я такая садка, которая тебе нужна. Что? Ну что? Как раз то, что нам нужно. И потом вот просто пальчиком, похлопывающими движениями, как бы распределяем по щечке и немножечко продвигаемся по скуле. Точно так же делаем. А ну-ка улыбаемся. Я уверена, что Марина улыбнется, когда увидит тебя в зеркале после нанесения макияжа. Знаешь, Катюша, вот сейчас вспомнил, у меня же в гостях часто бывает Сережа Калинин, он мой друг. Да. А ты в некоторых своих комментариях, мастер-шеф, прямо такие ему комплименты отвешила. И сейчас аж порозовела. Нравится? Вот зачем румянецекрасить? Скажи, когда можно о Калинине просто поговорить. Он очень ухоженный, классно готовит. У него обалденное чувство юмора. Это вы меня засмущали. Вообще может что-то между вами такое быть после проекта? Такое? Я думаю, что когда Сергей посмотрит серию, он скажет, нет, 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 нет. Хорошо, что все закончилось. И больше я ее не увижу в своей жизни. Из-за чего? Ну, такой вот у меня образ. А-а-а. Не очень приятный для свекрови. Посмотрите на наше красивое, свежее, отдохнувшее личко. Именно. Красивое, свежее, отдохнувшее. Помолодевшее. Мне кажется, что уже вот так вот можно спокойно идти. Очень красиво. Но давайте перейдем к туши. Поскольку я говорила, что с возрастом у нас реснички немного редеют. И еще бывает такое, что они теряют свой изгиб. Поэтому лучше, чем вот пытаться наносить 10 слоев туши, пытаться создать этот изгиб, лучше просто воспользоваться щипцами для завивки ресничек. То есть потратить на это буквально секундочку, раз, два, но изгиб уже появится. И затем выбираем просто обычную тушь, которая просто прокрасит наши реснички, добавит цвета. И этого будет достаточно. Я вас уверяю, будет очень красиво. А вот эта штука ресницы не сломает? Сейчас увидим. Да-да-да. Спокойно. Леночка и убежала. Конечно же нет. Все очень безопасно и все для нас, для нашего удобства. Причем абсолютно разной ценовой категории. Поехали. Раз. О, отпали все. Это была моя шутка. Надя, ну не пугайся мне. Катя. Все, довели мне человека. Все, я ушла. Я ушла. Я ушла. Мариночка, не слушайте. Есть. Так, смотрите сюда. Вот пока ресницы Лена прокрашивает. Вот чем вы с мамой вместе занимаетесь, когда сейчас встречаетесь? Ты уже взрослая дочь. У вас есть какие-то традиции, развлечения? Мы часто встречаемся, обсудить какие-то отношения. Ну, мои. Мы часто обсуждаем косметику, покупки одежды, путешествия. Мама носит твои вещи или ты ее? Я чаще всего ее вещи ношу. Классно. Мне лень ходить по магазину. Я говорю, мама, ну купи мне тоже что-нибудь. Или себе, и я у тебя потом заберу. Прелестно. Здорово. То есть вы как подружки? Ну, да. Но иногда мне кажется, что я ее мама. Да. Я ее воспитываю, да, рассказываю, что так делать нельзя. Она покорно слушается, потому что поняла, что выбора у нее нет. Выслушать тебя придется. И еду ты ей готовить уже можешь? Нет. Нет? Мама хорошо готовит? Мама очень хорошо готовит. Я обожаю к ней приезжать, покушать. Вот ничего не делать, отдохнуть у нее на выходные. Катюш, ну и, наверное, самый главный вопрос. Кто же станет победителем этого сезона, как ты считаешь? Конечно, я. Ага. Зачем я спрашивала? Кто бы мог еще? Вот если бы ты себе так представляла, что не ты. С самого начала сезона у меня была главная конкурентка, и мы с ней дружили весь сезон и жили вместе. Это Асми. А там уже победит сильнейший. Золотые слова. И тем временем, пока мы тут мило болтали, мама в образе. Вау. Какие реснички красивые. Оп. Вот такие вот. Правда, вот аккуратненько, но зато они красиво изогнуты. Это элегантно. И этого достаточно. Да. И выглядит натурально. Но теперь осталась помада. Я запретила использовать темные цвета для женщин 40+. Но это не значит, что нужно выбирать какие-то бледные, светлые оттенки, потому что они будут сразу делать такой болезненный вид. Поэтому мы не выбираем никаких бледных, никакие светлые цвета. Нам нужны вот такие сочные, клубничные, малиновые, ягодные оттенки. Можно персиковый, такой какой-нибудь коралловый оттенок. И еще лучше не использовать блески, потому что блески, они все-таки не держат форму, да, вот не делают красивую форму губ. Они еще могут растекаться, к сожалению, уже морщинки, которые у нас есть около губ. Они будут подтекать, и это выглядит некрасиво. Поэтому мы останавливаемся на помаде, ягодных красивых оттенках. И очень важно использовать карандаш. Потому что карандаш, он служит такая, как основа. Помада, она будет более стойкая. И карандаш, он не дает помаде растекаться. Берем карандаш. А как мама относилась к твоим первым попыткам накраситься? Пока Мариночка занятая не может отвечать, ты за нее отвечай. Когда я собиралась в школу, я так аккуратненько красила стальным кремом, чтобы было незаметно. Аккуратно красила тушью. И все, и мне кажется, а, и в школе помадкой там подкрашила. Мама даже не замечала. По-моему, результат превосходный. Но очень хотела бы, чтобы Марина оценила, вдруг ей не понравится. Готова, Мариночка. Нравится? Да, очень. А не кажется, что маловак-то макияжа? Нет. Очень хорошо, очень естественно, я люблю так. Да, и мне очень нравится. И что больше всего мне нравится в таком макияже, ощущение, что, в принципе, косметики на лице практически нет. То есть ты вот такая всеестественная, натуральная, просто вот проснулась, вышла с душа. А губы, они сами такие. Марина прекрасно улыбается, явно довольная собой. Без Леночки не буду выпирать косметику. Я поняла. Спасибо, что пришли в гости. Замечательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова